Всем доброго времени суток! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами будем сушить чесночок. У меня вот осталась такая чашечка чеснока. Сейчас у нас уже начало марта и мы его не успеваем просто съесть. И я решила его засушить. И хочу засушить вместе с вами. Приглашаю вас на свою кухню. Так, сейчас мы будем с вами чистить этот чесночок. Снимаем он его. Верхний слой. Вот он, самый грязный. Разламываем его. И здесь вот их несколько. Выбираем любую. Ноготочком очищаем. Вот так вот. Вот так вот. Вот получается голенькая чесночинка. Так мы будем проделывать со всем мешком. Можно отрезать сначала попку. И потом от попки, допустим, отковыривать будет полегче. Уже. Вот они. Ну, в принципе, так же вот с остальными. Так, а теперь вот такой чесночок мы его почистили. Мы теперь его режем. Отрезаем ему попку. И разрезаем, чтобы он легче ему сохлось. Вот. Сейчас такой чесночок. Так же вот тут вот попочку ему пополам. Наскезь можно, вот пополам можно. Мелкие такие вот. Такая вот мелочь вот тут есть. Их можно, в принципе, так оставить. Отрезаем только попки. И все вот. Попка даже сама вот к ножу прилипает. Так, ну вот наш чесночок. Получилось так вот их много. И теперь одеваем одна пустая, пускай будет, а другая вот сверху. И вот туда высыпаем аккуратненько. Сейчас посмотрим, выравниваем его. Насколько он тут поместится к нам. Чтобы они лежали небольшим слоем обязательно. Включаем. И где-то, да, на 60. Даже, наверное, на 70. Конечно, много нельзя. Но если сушить очень долго, они уже начинают темнеть. Уже такие. Вот. И их высушиваем. Получится, конечно, гораздо, гораздо меньше. Ну, давайте для начала на 60. По-моему, не больше 60 можно, чтобы все витамины не убежали. Ну, вот смотрите, прошло 20 часов. Она у меня где-то на 60 сначала была, вот до вечера. С утра я ее включила на 70 градусов. Потом немножечко убавила. Ну, правда, так это потемнели. Вот, пока я ее выключила. Пускай передохнет. Ну, смотрите их. Ой, горячие. Но они мягенькие, кстати. Ой, все падают. Все туда падают. Маленькие стали. Здесь вот потемнее. Я ее уже переворачивала немножко. Потому что у меня с одной стороны... Ой-ой-ой. Делает темнее, с другой стороны... Ну, как-то так. В принципе, такое бывает у некоторых. Вот. Они, конечно, стали маленькие. Все проваливаются. Ну, вот. Хорошо, что я сделала нижний ряд. На нижний ряд вот они провалились. Вот. 20 часов, потому что ночью я не ставила. Вернее, он был выключен. Вернее, не так. А ночью... До 4 ночи он работал. Муж в 4 утра его выключил. И где-то в начало 10 я включила. То есть, ночью она немножко передохнула. Конечно, она тоже должна отдохнуть. Вот. Ну, они все равно еще мягенькие, не сухие. И пускай работает дальше. Вот. Чуть-чуть ее прибавила. Ну, почти на 70. Кстати, вчера был ароматный запах чеснока. Прям такой вот ядреный. Такой классный. Слезы из глаз не особо текли. Ну, чуть-чуть что-то было. Ну, не особо это было заметно. Но запах обалденный. Казалось, что просто запах какой-то... Как будто чесноком натерли мясо или там курицу. Вот что-то такое. Обалденный просто был запах. Ну, вот чеснок наш высох. Смотрите, какой он стал. Некоторые вот темненькие, некоторые беленькие. Кстати, чтобы он темным не был, надо на маленькой температуре сушить. Вот. Если вы потемнее хотите, то вот побольше. Больше 60. И сейчас мы его с вами будем в кофемолке перемалывать. Закладываем немножечко. Положим. Сначала чуть-чуть. Посмотрим, как она. Так. Закладываем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь можно их добавлять на котлетку, допустим, чесночка, она там растворится, я думаю, на сухарики, сухарики, если сделала с чесноком, уже будет свой, натуральный, настоящий, домашний. Вот, если его очень долго, в принципе, сушить на маленькой мощности, то есть прохладненьким воздухом, тогда он будет побелее, если хотите, совсем белый. Вот, у меня вот потемнее немножко. Камера не совсем прям так передает все. Ну, довольна. Давайте, наверное, сейчас попробуем взвесить, сколько у нас получилось. Так, вот наши весы. Включаем. Ставим тарелочку. И нажимаем кнопку тары, чтобы взвесилась тарелочка. Так, ну вот у нас включилась кнопка тары. И теперь мы можем перекладывать. Аккуратненько переложим наш сухой чесночок. Так, у нас получается 174 грамма. Даже 107. Ну, 175 где-то. Даже до 200 чуть-чуть не хватило. Нужно было, конечно, еще взвесить заодно. Сам чеснок, когда он был сырой, конечно, это было бы поинтереснее. Но, в принципе, так вот сойдет. Ну, и вот он, в принципе. Да, вот такой вот. Ну, вот мы с вами и засушили чесночок. Я вам показала, как его можно засушить. Теперь вы знаете. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки. Обязательно напишите в комментариях, как засушиваете вы чесночок. И куда вы его добавляете. Потому что, я думаю, можно добавлять в салат. Он довольно хорошо промололся на котлетке куда-нибудь. Может быть, даже буженину им обмазать вполне можно. Сало, я думаю, когда засаливаете, тоже можно им обмазать. Его получилось, как видите, довольно много. То есть, можно не экономить. А прям класть хорошими слоями. Вот. Я думаю, срок годности, наверное, больше года у него будет. Посмотрим, как он будет себя вести. Вот. В принципе, он же полностью сухой. Просушился хорошо. Ну и всем пока-пока. Смотрите мои влоги. Во влогах будет мелькать он. Мы скоро начнем с вами готовить. И кулинарные рецепты появятся на канале скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok